Всем привет! В этот день мы съездили сразу в два места недалеко от Думагетти. Это Сэндбар Монхуйот и кристальные пещеры Кристал Мобинай Кейвс. Сэндбар находится в городе Мохуйот. Это примерно в 60 километрах от города Думагетти. Можно добраться на любом транспорте до поворота, где уже вас начнут зазывать на Сэндбар. Мой человек, я не могу. Мой человек, я не могу. Ты сказал, что в городе? Хорошо. 2,5 тысячи. Это нормально? Ну, мы так же до 2,5 тысяч. Найдите нормально. Два раза я был там и оба раза еще в городе люди предлагали свои услуги с лодкой. До этого песчаного кусочка далее можно добраться только на лодке. Аренда примерно стоит у всех от 2 до 3,5 тысячи песо. Это как 40-70 долларов за группу до 6 человек, если я не ошибаюсь. Также есть и другие варианты с большим количеством людей. Соответственно, это будет стоить дешевле. Чем больше людей, тем дешевле. Такая везде, в принципе, система. Или ты фотки делаешь? Снимаем. А-а-а. Мы блог снимаем. Блог. Что, вы решили блог снимать? У-у-у. Пару блог цемент. В стоимость входят путь до сент-бара, время нахождения там по желанию и путь обратно. Туда можно попасть прилив или отлив. При приливе вы не увидите сухого песка. Везде будет вода. Идеальное, наверное, время это попасть на приливе, когда начинается отлив. И тем самым вы увидите красивую воду без песка. И потом немного подождав сам белый песок. Тем самым немного разнообразит пейзажи и ваши снимки. Также там есть домики. Насколько мне известно, это гостиница. Думаю, насчет мест нужно узнавать заранее. Также рекомендую ехать в солнечную погоду, так как в пасмурную будут не такие красивые краски. Не забывайте о головном уборе при долгом нахождении на солнце и берегите свою кожу. Кафе там нет, так что берите еду с собой. Бывает, что проплывает магазин на лодке и предлагает морепродукты, ром и кокосы. Кокосы стоят 2 доллара за 3 штуки. Возможно, в зависимости от сезона. Я был там один раз в будний день и один раз в выходной. Крайне рекомендую ехать в будний день. Так как в выходной там очень шумно из-за аттракционов, очень шумные лодки с бананами и прочий ерунгас. Также смотрится все не так фотогенично с сотней лодок и людьми. Другое дело, когда мы были там в будний день утром, было очень спокойно и умиротворенно. В этот день я поснимал нави для стоков, как вы уже наверное заметили. Также опробовал новый вид цветокоррекции в примере. Так как некоторые писали мне, чувак, что у тебя цветокоррекция? Где она? Даже вот так покажу, до и после. Как вам сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, если вы любите фотографировать, снимать видео, летать с дрона, то тут, на Сен-Баре, вы сможете себя занять на пару часов как минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Далее мы поехали посмотреть пещеры Crystal Caves. Находятся они в 77 километрах от города Думагетти и примерно в 30 километрах от Манхуё Ценбара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местность здесь в основном ограничена горами. И дорога туда-сюда идет по ухабистой дороге, которая занимает 2 часа времени в пути из города Думагетти. По обе стороны дороги открывается хороший вид на окружающие холмы с пышной растительностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу скажу, что меня там ничего не впечатлило. Но я и не особо любитель пещер. Да и думаю, мы просто ходили как супер-супер любители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для детей и пенсионеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исследование пещер на самом деле может быть очень захватывающим опытом. Это может быть просто трекинг и лазание. Также вы можете, например, втиснуться в узкие расщелины, ползти, плавать в подземных реках. В общем, как в кино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, если вы реально хотите пещерных приключений, вам нужно хорошо подготовиться и изучить этот вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Не забываем подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ставить лайк и писать любые комментарии. Этим самым вы поможете мне чуточку развить мой канал и распространить эти видео. Также это очень мотивирует на новые интересные ролики. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА